Всемирная паутина стала неотъемлемой частью нашей жизни. Она сильно облегчает поиск информации и способы общения. Но, как и у любого блага, у нее есть свои достоинства и недостатки. Студент Александр Мышкарев – активный пользователь интернета. Рассказывает, плюсы для него очевидны. Например, для связи гораздо дешевле не звонить, а общаться в соцсетях. Кроме того, интернет помогает развиваться. Общение для изучения, то есть обширная база – это проще, чем ходить в библиотеку. И всегда под рукой. Это очень хорошо для саморазвития. То есть я сейчас самоучка, начинаю учить английский язык. Многие в интернете работают. Можно жить в одном городе, а работать в другом. Например, Павел Ларионов. Живет и работает в Москве. Поездка в Самару никак не сказалась на рабочем графике. Вы меня застали в момент, когда я работал в телефоне. То есть это прям неотъемлемая часть моей жизни. У всемирной паутины есть и свои недостатки, которые связаны с использованием гаджетов. Часто люди сидят с планшетами и телефонами в руках в неестественных позах часами, теряя ход времени, что плохо сказывается на здоровье. Сгибатели рук в постоянном согнутом состоянии, в тонусе мышцы кисти, опущена голова. Естественно, проблемы уже появляются с опорно-двигательным аппаратом. Чтобы при использовании гаджетов проблем со здоровьем не возникало, врачи советуют делать разминку. Каждые 20 минут глазам нужна легкая зарядка. Достаточно менять фокус зрения, переводя взгляд с ближнего предмета на дальний и назад. Никита Борисов, Николай Епифанов. События.